МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 12 марта в пресс-службе ДВД региона нам сообщили, что по факту убийства несовершеннолетней жительницы Кустаная полиция проводит досудебное расследование по статье «Убийство». В настоящее время установлен подозреваемый, 44-летний житель города Кустаная, и сотрудниками полиции проводится комплекс следственно-оперативных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Данный вопрос находится на контроле у руководства ДВД Кустанайской области. Как ранее стало известно, отец девочки находится с ножевыми ранениями в Кустанайской областной больнице под конвоем, и именно он является основным подозреваемым в совершении преступления. Два десятка уголовных преступников задержаны полицией Кустанайской области во время проведения межгосударственной операции «Розыск». Спецмероприятие проводилось в течение двух дней. Из них пять за совершение тяжких преступлений. Два, хотелось бы отметить, двоих из них, это один за совершение преступления, предусматренный статьей 188, часть 3, находился в розыске с 2004 года, то есть 14 лет, задержан по нашей информации в городе Астане. Мужчина разыскивался за совершение кражи в особо крупном размере на территории Кустанайского района. Еще один человек сбежал из-под стражи из Кустанайской колонии поселения, где отбывал остаток наказания за совершение преступления. Задержан на территории Костромской области Российской Федерации находился в розыске с 2001 года, то есть 17 лет. То есть была долгая работа по нему, и вот как раз в операцию мы и попали. На территории Московской области был засвечен, Москвы. Проживал под отдельными документами на имя другого человека. Все это в ходе этой работы выяснилось. Было направлено разыстое задание коллегам из Костромской области. И на трассе Москва-Кострома в ночное время его задержали. Также установлено 9 преступников, которых разыскали правоохранительные органы нескольких стран СНГ. Из них шестеро для Российской Федерации, двое для Республики Узбекистан, один для Республики Молдова. И также один бежит и пропавший, и также для Российской Федерации. Почти 3,5 тысячи кустанайских владельцев гражданского оружия проверили полицейские во время проведения операции КАРУ. Выявлено более сотни нарушений правил хранения арсеналов. Изъято из незаконного оборота 12 незарегистрированных стволов. За нарушение правил оборота оружия выявлено 132 правонарушения. Аннулировано 28 разрешений на правоохранения и ношения оружия. Из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия. Из них 1 единица нарезного длинностольного оружия, 6 единиц гладкоствольного оружия, 3 единицы электрического оружия и 2 единицы газового оружия. Также изъято 7 единиц боеприпасов. Все это патроны к охотничьим ружьям. Во время мероприятия владельцы арсеналов добровольно сдали 42 ствола на уничтожение. Рассказали полицейские о географии изъятия незаконно хранящихся арсеналов. Нарезная винтовка была изъята в Корсусском районе. Гладкоствольные охотничьи ружья были изъяты в Житогоринском районе, Алтынсаринском, Кустанайском районе, Тарановском, Узумкройском и Федоровских районах. Также в преддверии праздничных дней полицейские провели по всей республике оперативно-профилактическую операцию правопорядок. Только за одни сутки полицейскими в Кустанайской области было выявлено более 700 правонарушений. В том числе это 66 мелких хулиганств и 117 фактов распития спиртных напитков и появления граждан в пьяном виде в общественном месте. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Продолжаем выпуск. Кустанайские вузы расширяют сеть своих общежитий. Уже в этом году госуниверситеты приступят к строительству. Планируется, что в ближайшее время льготное жилье получат около тысячи студентов. Подробнее о проектах в материале Ярослава Богатыревой. Дина Мурзагалиева студентка первого курса Кустанайского госуниверситета. Приехала учиться из Алтынцаринского района. При поступлении в узговоре девушка очень переживала, где будет жить. Аренда квартиры в областном центре сегодня удовольствие не из дешевых. Но Дине повезло. Ее заселили в студенческое общежитие. Оплачиваем мы три тысячи. Поэтому в этом плане намного легче. Общежитие нам предоставляет неимоверные условия в том, что мы можем реализовываться сами. К примеру, у нас в общежитии помимо комнат, кровати есть еще и хореографическая студия, есть читальный зал, также компьютерные залы. То есть после учебы ты запросто можешь прийти и провести время с пользой. Сегодня в двух общежитиях КГУ живут более 900 студентов. Еще почти две тысячи учащихся нуждаются в местах. То есть вузу нужны новые общежития. Пока разработана проектно-сметная документация на одно здание, рассчитанное на 500 мест. Общая стоимость проекта – почти 2,5 миллиарда тенге. Общежитие девятиэтажное, оно современное, на сегодняшний день рассчитано для более удобных, все условия созданы. Есть там комната отдыха, есть место для занятий, есть там рассчитанный пункт питания на современное секционное общежитие. Потому что действительно, там предусмотрены все условия, особенно для студентов, инвалидов. На первом этаже будут оборудованы специальные комнаты. Строить новое общежитие решили и в Кустанайском педагогическом университете. Здесь будут построены четыре трехэтажных корпуса, первый из которых сдать в эксплуатацию планируют в этом году. В течение ближайших нескольких лет на это потратит около 400 миллионов тенге. Всего при реализации проекта у вуза появится дополнительных 344 жилых места для иногородних студентов. Есть средства у государства. Государство готово сейчас компенсировать расходы университетов на строительство общежитий. Из расчета там сумма приблизительно, я сейчас скажу, порядка 200 тысяч тенге в год на каждое койко-место. После того, как общежитие будет введено в эксплуатацию. Помимо этого, Министерство образования и науки Казахстана совместно с вузами страны инициируют пересмотр санитарных и строительных нор по общежитиям. В частности, речь идет о требовании к площади проживания на каждого студента, а точнее уменьшении с 6 до 4 квадратных метров. Все большую популярность среди кустанайцев набирают физиоаппараты от компании «Еломет Кейзет». В период сезонных обострений, хронических заболеваний аппараты серии «Домашний доктор» можно приобрести по новой акции. Акция новая, а цены старые. Как избавиться от болезней без лекарственных средств? Этой весной расскажут наши корреспонденты. Компания «Еломет» запускает акцию «Успей приобрести физиоаппараты по старой цене и дополнительной скидкой от 4000 тенге». В праздничные дни с 21 по 25 марта с 10 до 17.00 по адресу Байтурсынова, 95, офис 304 в гостинице «Целинная» можно приобрести уникальные аппараты, которые зарекомендовали себя в отечественной и зарубежной физиотерапии. Лидер продаж на сегодняшний день – это аппарат «Алмак-01» помогает справиться не только с хроническими заболеваниями, опорно-двигательного аппарата, артрозов, артритов, хондрозов, а также с речесосудистой системой, венозной системой, осложнением сахарного диабета. «Алмак» дает возможность снять боль, отеки и воспаления, остановить прогрессирующие заболевания, уменьшить количество применяемых лекарственных препаратов. Все чаще урологи ставят диагноз «простатит», а несвоевременное обращение к врачу переводит его в хроническую форму. На сегодняшний день «Мавит» является уникальным устройством для лечения мужских недугов, который не имеет аналогов во всем мире. «Мавит» помогает мужчинам снизить симптомы болезни предстательной железы и простатита. Лечиться без лекарств можно и в домашних условиях. Сегодня для лечения лорзаболеваний применяют только современные комплексные безопасные виды лечения, основанные на научной основе. В физиотерапевтическом устройстве «Унилор» эти природные факторы оптимально сочетаются, действуют слаженно и усиленно. Прибор «Унилор» применяется для лечения лорзаболеваний, таких как дыхательная система, риниты, гаймориты, танзелиты. Также применяется при аллергических ринитах и сезонных обострениях. Аппараты прошли цикл медицинских испытаний, имеют сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения Минздрава Республики Казахстан. Просты в использовании и имеют множество положительных отзывов. С 21 по 25 марта в офисе компании «Еломет КИЗ» аппараты «Алмак-01», «Мавит» и «Унилор» по акции «Успей приобрести физиоаппараты» по старой цене с дополнительной скидкой от 4000 тенге. Сделайте подарок для здоровья себе и своим близким в весенний праздник Наурыс. Алексей Кудрявцев, Ольга Наприенко, РТН Классические костюмы и галстуки на спортивную форму на один день сменили акимы сразу нескольких городов и районов Кустанайской области. Первый межрайонный фестиваль спорта среди государственных служащих приняла Тарановка. И хотя в спортивных баталиях участвовали совсем не профессионалы, они получились по-настоящему зрелищными и бескомпромиссными. За происходящим наблюдали мои коллеги. Популяризация и пропаганда спорта, привлечение государственных служащих и работников предприятий городов и районов к активному образу жизни. Таковы, пожалуй, главные цели мероприятия, подчеркивают организаторы. Проверить свои силы и на личном примере доказать, что спорт – это хорошо, решили сборные команды акиматов Житикаринского, Денисовского, Камастинского, Тарановского районов и города Лизаковск. У нас в Тарановском районе подобный турнир первый раз, но буквально в этом году такой же турнир проводился в Житикаринском районе, только по мини-футболу проводился такой же турнир данный турнир. И мы как бы решили продолжить традицию. Тарановские чиновники, они в синей форме, открыли турнир. В составе команды вышел и глава района Куандык Исбергенов. Стоит сказать, что все акимы на турнире блистали не только словом, как капитаны, но и делом. Их противникам, Денисовцам, в этот раз не удалось обыграть соперников. Хозяева оказались сильнее. Мы как бы каждую неделю, в турнире, в четверг готовились к этому соревнованию, потому что мы и так ходим. Здоровый образ жизни – это спорт, поэтому спортом мы всегда занимаемся. Конечно же, профессионалами игроков не назовешь, но волейбол для них больше, чем хобби. Поэтому они и здесь, говорят участники турнира. Пока одни вовсю играют, другие разминаются. Приехали, представляем, Житогоринский район. У нас команда из 10 человек. Уже неоднократно мы занимаемся этим видом волейбола, спортом, видом спорта. Уже не раз были призерами областных соревнований. Параллельно с волейболом жаркая схватка шла и на теннисной площадке. Акиму Лисаковска противостоял глава Камыстинского района. Победа в итоге не без труда досталась Алмату Исмоголову. Сегодня Тарановский район принимает, весело проходит. А к ним играет теннис и волейбол, соответственно. Пять команд. Я думаю, это станет традицией. Следующим, наверное, или у нас, или в Камастах это пройдет. Поэтому будем ждать. Все повсюду на здоровом образ жизни. Как глава государства на своем примере говорит, надо подавать это. Что мы, соответственно, и делаем. Всего на площадке Тарановской Дю США сыграли 50 человек. В итоге лучшей в волейболе стала команда Житикаринского района. Второе и третье место поделили между собой Денисовцы и Тарановцы. В настольном теннисе победу праздновал Житикаринский Аким. На втором месте закрепился глава Лисаковска. Третий результат у главы Денисовского района. Валерия Зиновьева, РТН Тарановский район. При содействии телекомпании «Акцент». Казахстанцы готовятся встретить праздник весеннего равноденствия на Урыс. Кустанайцев приглашают на праздник в центр города. 21 марта на площади перед областным Акиматом с 10 утра начнет работать юрточный городок. В 11 начнется театрализованное представление. Фестиваль детского творчества в Сити-центре стартует в полдень. 22 марта также в Сити-центре состоится концерт молодежных коллективов. Здесь можно будет помириться силами. В час дня начнутся спортивные соревнования. А спланировать выходные поможет прогноз синоптиков кустанайского филиала «Казгидромет». 21 и 22 марта в Кустанайской области местами ожидаются осадки. Туман, гололед, метель, ветер местами 15-20 метров в секунду. Температура ночью 21 марта будет минус 10-15, местами 0-5 градусов, днем минус 2-3, местами плюс 8. 22 марта ночью температура будет минус 3-8, днем плюс 2-7. По словам синоптиков, в регионе сохраняется неустойчивая погода под влиянием атмосферных фронтов, связанных с циклонами. И это все на сегодня. Спасибо, что были с нами. До свидания.